Титановая горелка blade 2 с подогревом газа в действии Все, вода закипела Это, наверное, лучшая горелка из всех, которые у меня когда-либо были и есть Всем привет! В этом видео будет распаковка и обзор титановой горелки от фирмы Firemapple Которую я приобрел на сайте Алиэкспресс Горелка называется blade 2 Горелка снабжена подогревом газа, то есть рассчитана на холодное время года В этом видео будет распаковка, обзор, тестирование данной горелки Я замерю, сколько она расходует газа Взвешу потом газ на весах, посмотрим, сколько она потребляет Но прежде чем все это начнется, подписывайтесь на канал Рубикон, кто еще не подписан И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски Поехали! Вот в такой коробке горелка приехала Я повторюсь, это заказ выполнил я на сайте Алиэкспресс Ссылки вам на эту горелку оставлю в описании, потому что не знаю, сколько она сейчас стоит Лично мне повезло ее по акции взять Но вы смотрите Я эту горелку очень давно хотел приобрести, потому что горелка зимняя Это та горелка, которой у меня не было никогда И теперь вот есть Итак Здесь вот такие вот мягонькие штучки Чтобы во время того, пока играют этой посылкой в футбол Горелка не повредилась Больше тут ничего нету В сторону Эти тоже в сторону Да и нож в принципе не нужен И вот горелочка То есть коробка компактненькая То есть все красиво По-китайски По-английски По-немецки По-французски По-японски даже есть Обалдеть Blade 2 То есть это горелка Это модификация Но я потом все расскажу Итак, поехали Вот так она открывается Так вот, хлоп Здесь какая-то толстая макулатура Инструкция Русского нету Французский, японский Немецкий, английский Ладненько Коробка пустая Больше там ничего нету То есть коробку тоже отставляем И вот в таком вот чехле Уже сама горелка То есть Fire Maple Чехол, кстати, как и на котелках Такой плотный Пружинищий материал Защитит от каких-то там повреждений От ударов, возможно, даже Ну и вот она, собственно, горелочка Она со шлангом То есть можно газовый баллон накрывать чем-нибудь И поскольку она, так сказать, на ножках Котелки уже более тяжелые Котелки уже более тяжелые можно ставить В отличие от тех горелок, которые накручиваются на газовый баллон Потому что там все давление идет на резьбу То есть вот на этот вот, на клапан А здесь, здесь, соответственно, надежнее все гораздо Высота горелки То есть вот это вот расстояние 75 миллиметров Диаметр в разложенном состоянии 145 А в сложенном вот так вот 89, то есть вот этот диаметр 89 Вес данной горелки 135 граммов Я повторюсь, это титановая горелка И вот здесь вот, если увидеть, имеется трубка для подогрева газа То есть газ поступает по трубке Проходит и вот здесь вот мимо пламени Он, то есть подогревается То есть пламенем вот эта вот трубка Обдувается, нагревается газ И уже подается, то есть через форсунку Вот в эту вот конфорку То есть вот так вот все Гениальное просто Так, немного информации про горелку FireMaple Дело в том, что была горелка у FireMaple Она называлась 117 Она была с виду похожая вот на эту У нее не было подогрева газа И она была из нержавейки Потом сделали 117T В нее добавили титан И по сути она тоже ничем не отличалась У ней была менее удачная вот этот элемент То есть который накручивается на газовый баллон Ну и подогрева газа, то есть не было И потом вот они все лучшее собрали И модифицировали, сделали Blade 2 То есть добавили подогрев газа Улучшили шланг И вот эту вот часть тоже модифицировали То есть сейчас она всей площадью Фиксируется к газовому баллону В отличие от предыдущей версии Мощность данной горелки 2800 Вт Кому это нужна информация, имейте в виду Вот Так, мне интересно вообще, как она разбирается И разбирается ли здесь вообще что-нибудь Да, вот что-то откручивается Вот Удалось снять вот эту конфорку Дальше она уже не разбирается Она тут замятая То есть вот здесь вот края загнутые То есть вот это уже снять Теоретически можно, но это будет прям такой колхоз То есть если понадобится То есть к этому лучше не прибегать Далее Вот эта вся конструкция снимается Ну и внутри, соответственно Виднеется форсунка То есть элемент с тонким таким выходом Где под давлением газ выходит Затягивает вот здесь вот воздух Тем самым увеличивая горение Ну и собственно все это дело работает Ну вот это вот дело как-то наверняка тоже разбирается Но у меня силенок пока не хватает это раскрутить Наверняка это можно Потому что добраться до форсунки Точно есть возможность По крайней мере ее должны были сделать Вот это дело По-моему откручивается Вот здесь вот судя по резьбе То есть это гайка Скорее всего вот этот шланг Его можно заменять Потому что здесь я тоже вижу гайку То есть вот этот шланг если найти И иметь про запас такой Будет вообще шоколадно Вот Ну здесь соответственно Увеличение мощности Подачи то есть газа Там прокладка Как обычно прокладки кстати продаются Я даже в каком-то видеоролике Скидывал ссылки на них Там они по 10 штук сразу идут То есть это расходный материал Ну у меня пока один раз Такая прокладка выходила из строя Это я там на Эльбрусе То есть там агрессивное такое использование было Вот вообще они довольно долго живут Ну и собственно сейчас я думаю Самое время подключить эту горелку И потестировать ее Посмотреть как она вообще работает Итак посмотрим Что за Blade 2 Что за зверь Накручиваю резьбовой баллон 200 грамм Вот здесь вот есть возможность вращать То есть под любым углом Ставить чтобы все было удобно Так закрываю кран И накручиваю То есть вот прям очень плотно Здесь как раз резиновая прокладка есть По всему По всей окружности вот этого вот баллона То есть это все очень плотно фиксируется Мне прям уже нравится Так ладненько Пробую зажигать О! Сейчас я от камеры подальше отодвину Горелку чтобы нечаянно там не сгорело что-нибудь И попробую Длина шланга 30 сантиметров Это позволяет то есть баллон за ветрозащиту убирать И вообще накрывать газовый баллон Там чем-нибудь Например одеждой какой-нибудь накрыли Чтобы не остывал газ То есть вообще все продумано Возможности куча И так начинаю прибавлять Вот максимальная мощность Лупит Я нахожусь сейчас где-то Пол метра от горелки в длину И на высоте еще 30 сантиметров И меня прям жарит Вот здесь даже жарит Сейчас подул ветер Но пламя даже не сдувает То есть настолько мощно она вот шпарит Вот чуть-чуть сбоку вот здесь вот сдувает Но основной периметр он весь пылает Настала очередь тестирования Походной горелки Blade 2 От фирмы FireMap Буду использовать котелок титановый На который кстати тоже обзор есть на канале Кому интересно смотрите И собственно газ Вот сейчас 283 грамма Так весы пока не нужны Я сейчас запишу эти 283 Ну или так запомню Ладно И собственно обязательно засеку время За какое литр воды вскипит Сейчас примерно 12 градусов А что касается высоты Ну это никакая не гора То есть я нахожусь на равнине Это Самарская область, Самара Вот Сейчас подставлю я что-нибудь Под эту горелку Потому что здесь мой импровизированный стол Он не совсем ровный То есть я подставлю вот такую веточку Опять вот так хлоп Литр воды Прям в бутылке Так вот все равно немного под углом Сейчас я сделаю все это ровно И в общем включу Все я подготовился Немного выровнял поверхность Так сказать Сделал поровнее уровень Воды литр Ветрозащиту я решил не использовать Потому что сейчас ветра нету Закрываю крышкой Так, таймер у меня на готове И собственно зажигаю Делаю на максимум Таймер пошел Посмотрим за сколько вскипит литра воды В титановом котелке Плюс проверим Сколько будет Использовано газа Титановая горелка Блейд 2 С подогревом газа В действии Все, вода закипела Я выключаю Горелку Так, по времени Это 8.20 Примерно чистыми У меня аж даже Расплескало все Потому что я повторюсь Этот котелок Имеет рабочий объем 800 А я сюда набузыкал Целый литр То есть он через края Выливался Горелка прям синенькая Такая стала Не знаю Видно на камеру Нет Но это от Температуры То есть Я поставил весы Ровненько Откалибровал их Чтобы все было точно И смотрим 266 грамм А было 283 У кого с математикой Хорошо Быстренько посчитайте Сколько ушло газа Еще попытка 265 64 Вот так вот 264 все-таки Да Вот такие вот данные То есть получается Там 19 что ли Ну я думаю Можно усреднить Как 20 грамм газа Для того Чтобы вскипятить 1 литр воды В титановом котелке Если конечно же Использовать котелок Другой С радиатором Например То время И расход газа Я думаю Будет чуть ли не Не в два раза меньше Но это титан Вот Так что вот такие вот данные Имейте ввиду То есть Если у вас баллон 200 грамм То можно На этой горелке На максимальной мощности То есть На скорости На максимальной Вскипятить 10 литров воды Вот так вот А теперь Небольшой лайфхак Кто помнит У меня был видеоролик На канале Про переходники Про адаптеры Для газа И я собственно Я являюсь обладателем Вот такого вот Переходника И могу как раз Его использовать Что он дает То есть я беру Накручиваю Этот переходник На Горелке То есть подсоединяю И здесь уже Выход на Дихлофосные газовые баллоны То есть вот на такого Вот типа баллона Я могу свободно Брать теперь И подключать Вот такие вот баллоны То есть вот так хлоп И уже То есть экономить Потому что Вот эти газовые баллоны Они гораздо дороже То есть вот Все прекрасно работает Только уже От этого газового баллона Посредством переходника Вот в этом баллоне Газа очень мало Осталось И сейчас Можно наблюдать Как остатки газа Прям красным пламенем горят То есть вот я прям По максимуму Сейчас открываю И пламя прям Не синее А красное Вот такое вот Видео сегодня Про Титановую горелку То есть Со шлангом С подогревом газа Вообще горелка Сумасшедше Классная То есть это наверное Лучшая горелка Из всех Которые у меня Когда-либо были И есть Собственно Я вам оставлю на нее Ссылочку в описании На Алиэкспресс Также оставлю ссылку Вот на этот вот Переходник Я считаю Что вещь вообще Классная Очень полезная Так что смотрите Все в описании Кому понравилось видео Ставьте лайк Комментарий В общем Как обычно Вы знаете Если есть какие-то вопросы Предложения По съемке Тоже пишите в комментарии Ну а на этом Мне с вами пора прощаться Благодарю всех за просмотр И до новых встреч С вами был Андрей Не болейте Счастливо Субтитры сделал DimaTorzok